Каждый из нас хоть раз задумывается в жизни, для чего мы живем, в чем наше предназначение. Встаю я, смотрю в лужу, такие же глаза, такая же голова и лапки, как у всех остальных муравьев. Ничем не отличаюсь от того. Точно так же могу находить веточки, всякие тяжести тащить в муравейник. Может даже не точно так же, а лучше, чем на душе муравейник. Так же смотрю на личинки, ухаживаю за ними, может быть даже лучше, чем другие муравьи. Умею рыть морки в муравейнике, строить муравейник, внести все необходимое для этого. И тоже, наверное, лучше, чем другие муравьи. Но что-то, какой-то голос в голове не дает мне покоя. Он съедает, мозг он все время мне твердит. Может ты не муравейник, может ты не муравейник, может ты кто-то другой может быть создан для чего-то другого. Твое предназначение в чем-то совершенно другом. Ведь надо же приносить какую-то пользу. Что же останется после меня? Что будет? Вот как у людей. После художников остаются картины, после поэтов, писателей, режиссеров остаются замечательные произведения, на которых вырастают другие, более талантливые люди, может быть. Но они несут свой пользу. Какая подзыва мне? Если я сейчас брошу свою ветку, я знаю, что будет дальше. Я уйду, другой муравей поднимет эту ветку, донесет до муравейника, ничего не поменяется. Никто даже не заметит, что у меня нет. Так в этих раздумьях добралась я туда-то далеко-далеко. Мне когда говорили, Ты попробуй, может быть, ты бабочка или гусеница. Я пробовала. Я могу летать, как бабочка. Могу ползать, как гусеница. Могу даже плести паутину, как паук. Но нет. Не могу найти себя. Что, уже стемнело совсем. Вижу какие-то насекомые. Радуются, веселятся. Иду, посмотрю, что же там. И вот увидела я совершенно разных, не таких, как я. И я с ними смогла быть не как бабочка. Кто-то увидел во мне таракана. Это было так интересно. Я была совершенно счастлива. Знаете что? Я уже подумала, что я что-то нашла, что-то изменится, что-то я начала понимать. И вдруг все начали расходиться. Я подумала, надо все-таки твое хрустное муравейник. Когда я приползла, муравейник был уже закрыт. Я начала стучать. Пустите меня. Пустите. Я же муравей. Пустите. Мне холодно. Я хочу, чтобы меня погрели. Пустите. Я муравей. Я точно знаю, точно знаю, что я муравейник. С тех пор прошло какое-то время. Много дней уже прошло. Мы опустили. Все прошло. Я успокоилась. Я поняла, что я муравейник. Что я такая же, как и все. Что мне хочется жить в муравейнике. Видеть своих родных и близких. Но все равно иногда какой-то червячок проскакивает над головой. Нет, я не муравейник. Тот. Мне еще не нашли. Становитесь в шагу, нам порядка.